Всем привет! 7 марта, но погода у нас больше похожа на апрель, причем на середину апреля. На улице плюс 12 или даже больше, достаточно жарко, солнечная погода, снега практически уже не осталось. И мы в очередной раз приехали на очередную маленькую речку, чтобы найти и половить щуку. Да, в этом году, конечно, весенняя рыбалка очень короткая получилась. Обычно весь март, а тут три дня и все-все растаяло, половодие началось, как в апреле. Сейчас жерех начнет клевать, зато раньше запрета можно будет половить. Ушел матома Ален. Правильно надо. Отцеплять-то? Опа! Есть! Сход! Прямо на падение, ударище. И сход. Это уже обнатеживает, слушай. Я даже не ожидал, что по такому уровню, по такой мути будет поклевка вообще хоть одна. А тут на втором забросе. Причем обстрим. Вообще все не по классике. Обстановка меняется день до дня. Вроде бы только вот два дня назад был снег. Все, апрель. Грубо говоря, началось половодие. Уровень подымается. Но рыба, видимо, все-таки клюет. Поклевка была, конечно, это удивительно. И я думал, сегодня просто погуляем. Но с первой точки обстрим, на струе, на выбросе, удар. Это интересно. Ну и плюс, конечно, речка такая. Она не самая богатая щукой. Летом здесь вообще ручей. Но сейчас вот, пока вода высокая, есть вариант половить. Потому что летом здесь просто негде. Все зарастает. Остается метровый такой участок чистой воды посередке, к которому нужно еще добраться. И, собственно, все. На этом весь водоем. Очень много прогонов, перекатов, каких-то просто мелких мест. А вот омутков не так уж и много. Но опять же руководствуюсь тем, что чем меньше омутков, тем больше концентрация, да? Рыбу найти, может быть, даже будет проще. Ну и сегодня, конечно, конкретная теплота. Где-то плюс 8. А днем до плюс 12. И это 7 марта. Заметьте. Обычно в это время минус 20, минус 15. Сугробы по колено. И только-только все начинает таять. Днем разогревается. Градусов до минус 5. И просто под воздействием солнца снег начинает немножко подтаивать. Но в этом году, как зима была, не зима. Так весна, собственно, пришла намного раньше. Ну, кстати, вот да, многие переживали, что не будет половодья. То, что снега мало. Но нет, вода есть. Потому что обычно вот это все просто луговина. Вот одна мысль меня не покидает. Появились ли клещи? И да, они появились, ребят. Вот он сидит. Смотрите. Седьмое марта. Вот он, клещ. Так что ходить по этой всей траве надо поаккуратнее. Обычно они появляются где-то в середине апреля. Вот опять же вам аномалия. Конечно, да, в этом году очень мало времени у нас, чтобы половить весеннюю щуку. Обычно это целый месяц, а то и больше. То есть где-то с конца февраля, когда открываются самые первые речки, весь март до запрета. Иногда там чуть раньше она не рестится в конце марта. Но обычно все-таки в апреле. Уровень обычно повышается очень плавно. Там где-то сантиметров на 10-15 за неделю. Ну а здесь вот 3-4 дня все. На метр больше воды. И это только начало. Прозрак, правда, такой еще более-менее нормальный. Некритичный, ловить можно. Но вот повышение уровня могло просто сместить рыбу на какие-то, ну такие, скажем, более нерестовые точки. Ну это как бы условное такое обозначение. Какие-то затопленные кусты, как вот здесь, затопленный тростник. Какие-то просто вот поливы мелководные, как вот здесь тоже трава, залитая водой. Но часть рыбы, я думаю, все равно стоит еще пока в ямах. Ну и вообще, конечно, лучшая методика сейчас это джиг. Можно ловить и на воблера, но много затопленной травы плюс сильная тека. Их будет просто выбивать быстро из интересных мест. И постоянные зацепы на троники травы. Джиг нам в сети все-таки на легкой головке лучше проходит. Ну а что касаемо веса груза, какой применять весной. Здесь все очень сложно. Однозначно сказать нельзя. С одной стороны, вроде бы рыба заторможенная, потому что ну еще вода холодная, как бы после зимы там метаболизм низкий, она устала, потеряла много сил за зиму. И нужен груз максимально легкий. Но с другой стороны, рыба в это время в то же время, рыба в это время в то же время. Активная. Она активно кормится перед нерестом, агрессивная достаточно. И порой особо и не влияет какая у вас огрузка. Можно ловить смело как на 3 грамма, так и на 7 грамм в том же самом месте. То есть в два раза. И поклевки будут на то и на другое. Нужно просто действовать по месту, по обстоятельствам и смотреть на что лучше клюет в конкретный день, в конкретных условиях. И как у вас получается просто тупо сделать проводку. То есть, понятное дело, легкий грузик лучше. Он будет дольше попарить, дольше подвисать. Но если сильная тека, если даже вам хватает этого веса, чтобы достать дна, то обычно такой легкий груз с парусной приманкой быстро уносит, как вот по аналогии с воблером, с интересных мест его просто давит и как бы к нашему берегу куда-то в струю его очень быстро вытаскивает. Поэтому в таких условиях лучше переутяжелиться, поставить в два раза больше и более точечно, с меньшими ступеньками обловить это место. Тоже большое заблуждение, что щуке обязательно нужна какая-то длинная ступенька, то есть длинное какое-то горизонтальное продвижение приманки, скажем так, и длинное такое долгое зависание. На самом деле не обязательно. Очень часто даже при ловле судака на реке, когда переутяжеляешься, ставишь на точке, скажем, грамм 10, а ты ставишь грамм 18 и делаешь короткую ступеньку, такую классическую судаковую, попадается именно щука. То есть, опять же, в разные дни разной рыбе нужна разная подача. Не обязательно, что это какое-то догматичное, такое долгое парение, планирование приманки в толще воды. Вот сейчас я поставил 7 грамм приманка. 3,7 дюйма, по-моему. Ну, это Франкенштейн, опять же, приманка спаянная из двух. Я так называю починенные приманки, когда там в одной приманке голова разобьется, у другой хвостика оторвут. Я их обычно не выбрасываю, не в том плане, что я скряга какой-то, что мне жалко, а в том плане, что это еще, по сути, эффективная приманка, на нее можно ловить рыбу. И когда у тебя накапливаются вот эти запчасти, просто спаиваешь их, вот как в данном случае, и прекрасно ловишь. В чем еще интерес, получаются какие-то фантазийные новые формы приманок. Тело там, скажем, было от какого-нибудь свинкомпакта или овороны, а хвостик ты приклеиваешь от какого-нибудь твистера. Получается что-то новое, иногда это тоже срабатывает. Ну и в этих условиях, когда вода поднялась, 7 грамм и такая приманка вполне оптимальна. Шнур стоит у меня здесь китайский, Синайт, заявленный, по-моему, как полторашка, по факту он потолще немножко. Катушка тоже недорогая, это Сиена, опять же, с Алиэкспресса, ссылочку оставлю. Катушка всем хороша, дешевая, один минус, только вот кноп не вращается, втулка здесь совсем не работает, нужно менять на какой-то нормальный подшипник. Ну и спиннинг сегодня взял это Норстрим Грэвити с тестом, по-моему, блин, все время забываю, после зимы все тесты, 7,21 грамма. В принципе, нормальный, оптимальный комплект для таких условий. Можно было взять доджер, как более водиральную палку, с которым я провел предыдущие три рыбалки. Но здесь берега, как видите, более пологие, нет таких обрывов, везде можно подойти, ну практически везде делать нет травы, и рыбу принять руками. Не нужно ее закидывать, затаскивать, давать какой-то ей упор, чтобы силовым таким вываживанием ее тянуть. Взял палочку полегче, поделикатнее, чтобы просто, если будет поклевка хорошей рыбы, получить больше удовольствия. Так, возьмем термосок. Взял сегодня с собой диетическое питание. Опять сел на жесткую диету. Гречка, куриные грудки и, конечно же, рыба. Это к вопросу о том, почему я рыбу начал больше забирать. Раньше все-таки я как-то больше отпускал, сейчас я больше забираю. Банально, потому что я начал следить за питанием. И рыба, которую я поймал сам, это просто продукт, в качестве которого я уверен. Вот сейчас я досмотрю, клещей, просто тьма. Вот он сидит. Это, по-моему, водоросль какая-то, сколько я знаю. Это не ржавь, ничего-то такое, а именно водоросли какие-то. Но они как раз вот живут в заскоенных местах. Поклевка. Что ж такое, смотри, вторая поклевка и мимо. Ну, вон, хвост. Дырка в хвостях. Да, с такой ранней весной, я думаю, что недельки через две, если такая погода простоит, то строчки и пойдут. Земля мягкая, не сильно мороженое, снега уже почти нет. В прошлом году собирали, в апреле, когда еще в низинах снег лежал. у меня есть вам фотография. На сугробе лежу с корзиной строчков. Ничто не мешает в этом году им пойти раньше. это было бы, конечно, очень круто открыться еще и по грибам. Ну вот мы и добрались до одного из самых интересных мест. Широкий разлив. Клюет щука. На Алина? Да. Но вот они, походу, такие клюют маленькие. Такую естественную речку только. Здесь любую речку, даже большую. Речка, как ручеек. Ну что, первая щучка поймана, хоть и не мной. Можно и перекусить. Правильное питание, оно предполагает ну 5-6 приемов пищи в день, поэтому я сегодня с собой взял термос с гречкой и с куриной грудкой на два раза. Не сладкая, не мазаная, самая обычная гречка и куриная грудка обжаренная на гриле. На самом деле, правильное питание мне помогло. По крайней мере, сбросить больше 15 килограмм буквально за пару месяцев. Это счет по осени. Сейчас за зиму набрал опять пару килограмм и сейчас за весну планирую килограммчиков еще 10-15 скинуть. Намного легче, если вспомнить, как в том году мы по сугробам лазили, насколько тяжело это было. И в этом году просто небо и земля. Ну а тормозок это Сахара Тайгер. Очень удобный с такими ручками. Хоть под напитки, хоть под старые блюда. Можно суп с собой брать. Спасибо бобрам за такой мостик. Опа! Лучше не спешайте прощупывать. Хрен его знает, какая тут надежность. Здесь речка уже поинтереснее становится. Более полноводная. Такое удобное прям место для облова. Мысок. Стоишь как надо. Спускаемся все ниже и ниже. И с каждым километром река все более полноводная, а берега все более отвесные. Здесь уже вот в таких местах, конечно, более мощная палка пригодилась. Хотя все равно как-то траву поднимать, я не знаю, что есть такую траву. Наверное, никак. Там ниже какая-то бель гуляет вовсю. Прыгает, плещется. Если будет поклевка, как-нибудь попробуем достать. Лишь бы она была. А то пока как-то не особо прошли. Ну, где-то 3, наверное, 4 километра. Если учитывать все вот эти завихлюшки. Итого 4 поклевки. У меня 2 пустые. У Мишани сход и одну поймал. И рыба вся мелкая, по ощущениям. Ну, в тех местах, в принципе, оно так и должно быть, наверное. Река маленькая, а мутки совсем миниатюрные, неглубокие. Крупной рыбе там делать особо нечего. По крайней мере, после зимы сразу. А вот здесь уже, да, есть шанс, конечно, на какой-то серьезный размер. Хотя бы там от килограмма. Но здесь как бы другой момент, да, возникает. Большая акватория. Вся река относительно широкая. Более-менее равномерно глубокая. И особых привязок нет. Тем более, сейчас вода поднялась, их не видно. Щука может стоять просто где угодно. Одну такую точку, как я сейчас стою, можно облавливать на полчаса смело. То есть кидать просто вот так вот. Веером буквально там по полметра. плюс коряжки лежат какие-то. Это вот к вопросу о том, как читать речки. Раз уж сегодня такая рыбалка получается больше в виде опять прогулки, потому что, ну, большой веры, честно говоря, у меня нет, что сегодня прям какой-то будет хороший результат. Поймать одно будет уже хорошо. Поэтому, чтобы видео было не каким-то просто проходным, пустым, дам какую-то информацию. вот в плане чтения таких маленьких речек. Летом, когда уровень нормальный, чтение, ну, просто элементарно, как говорится, на изи. Просто смотришь на реку и все видно. Где-то она более быстрая, более узкая, более мелкая. Понятное дело, что там, скорее всего, будет стоять мелкая щука в летние месяцы под коряжками, в траве. Ну, бывает исключение, что и крупная в таких местах стоит. Но все-таки более крупная рыба, она даже в летние месяцы занимает какие-то более выраженные, фундаментальные места. Локальные приемки, крупные коряжки, какие-то вымоины, нависающие деревья и так далее. Но сейчас невозможно просто сказать, где она будет стоять. Просто идти и облавливать. И вот так, глядя на это место, если, ну, как бы, интерпретировать на нормальный уровень воды, то здесь явно был перекат. Достаточно глубокий, но в то же время это именно перекатик. А вот ниже, вот эта сторона, здесь какой-то небольшой приемок. Плюс лежит палка достаточно большая. Это хорошее место для стоянки летней щуки. Сейчас воды на метр больше. Все это очень похоже на такую глубокую ямку, но таковой она по факту не является. Поэтому обкидали, пойдем дальше. Если будет какой-то прям радикальнейшее место, которое явно контурами своими, будет говорить о том, что и летом по низкой воде в этом месте находится омуток, то вот такое место уже можно уделить там, ну, до полчаса смело. Поменять приманки, разную подачу, разную подачу, попробовать разные газгрузы, разные постановки на берегу и так далее. Например, вот, я уже вижу, место более неинтересно. Она, опять же, скорее всего, не является каким-то омутом в летнее время. Но сейчас именно оно выглядит фундаментально. Здесь есть небольшой такой микрозалив со спокойной водой и, по логике вещей, здесь щука может состоять. вопрос только правильно встать. Естественно, самая лучшая постановка будет эта чуть выше по течению, под острым углом. Вот как я сейчас встал. То есть, я могу кидать и туда перпендикулярно потоку, и вниз, и облавливать вот этот затишок. Мне доступно полностью все место. Если я встал где-то вот там, я бы кидал, но по большей части перпендикулярно течению, и проводка была бы такая больше на снос. То есть, приманка постоянно бы сносилась к моему берегу. Здесь я могу четко пролавливать какие-то определенные траектории. То есть, я кидаю вот так, к примеру, просто рандомно, и проводка у меня пойдет четко на меня, без сноса куда-то в сторону, в бок. Так получается самый лучший контроль в плане облова площади. Опять же, можно работать с дистанцией заброса. То есть, мы можем забрасывать под противоположный берег, ближе, куда-то в сторону. Отдает это нам возможность облова детально всего дна. То есть, забросили мы дальше, у нас ступенька прошла определенными какими-то скачками. Забросили в то же самое место ближе, скачки у нас получаются чуть по другим точкам. Этим тоже можно пользоваться, но это такой больше уже нюансный момент, если вы долго стоите конкретно на одном каком-то месте и четко в него верите. В основном уже делается заброс под противоположный берег. Во-первых, часто бывает поклевка прямо на выбросе. Сегодня так у меня уже один раз была самая первая поклевка прямо на падение. Даже не успел проводку сделать. Рыба стоит где-то прижавшись к берегу, приманка падает, она ее атакует. Во-вторых, мы так облавливаем гораздо большую площадь. Ну и в-третьих, самое главное, по мне так, это то, что когда мы кидаем под тот берег, приманка максимально быстро достигает дна и впоследствии всю проводку мы делаем уже в придомном слое. А если мы кидаем на середину, то пока приманка, если там особенно глубоко, пока приманка утонет, она упадет уже ближе к нам сюда, там может быть на метр, на два, на три, зависимо от глубины и силы течения. Поэтому всегда выгоднее кидать дальше, ближе под тот берег и делать проводку уже там, где она должна проходить, то есть у дна. Так мы обрабатываем большую площадь. Это достаточно очевидные вещи, но как бы тоже стоит о них сказать, потому что ролики смотрят в том числе и новички, и юные рыболовы. Ну и на таких местах фундаментальных, конечно, стоит застояться, сегодня я не буду работать с мемой приманки, просто из-за того, что лень банально. В принципе, в такую приманку я верю. Было на нее две поклевки. Буду упираться в одну, если не оторву, конечно. Просто более полномерно облавливая место. Заброс вот так. Так, конечно, можно их делать более систематично, то есть начинать от одного берега и веером пошел к другому. Я же делаю хаотично, просто куда мне захочется. Иногда стоит повторить заброс по той же самой траектории. Часто щука берет не с первого заброса. Первая проводка может рыбу заинтересовать, как-то немножко раззадорить, а на второй, на третий она может атаковать. Но обычно, если рыба активная, то именно самый первый заброс он провоцирует рыбу на атаку. Во-первых, это появление нового какого-то интересного объекта. У рыбы срабатывает банальный интерес и какая-то агрессия. Во-вторых, если рыба активна, то она просто не думает. У нее есть шанс схватить, сожрать или убежит. Хотелось бы, конечно, получить хорошую поклевку, поймать достойную рыбу, но в этой речке, как я уже сказал, щуки не очень много. приехали сюда лишь из-за того, что очень близко. Но вот опять же, интересное место. Это просто примится, но что характерно, она со слабым течением. Щука такие места тоже часто занимает. Тем более, есть тростник, камыш. Здесь, конечно, неудобно. Приходится половину забросов делать апстрим. Неудобно это тем, что, ну, во-первых, шанс на зацеп, он гораздо выше. Во-вторых, проводка менее эффективная. И реализация поклевки часто хуже. Не знаю почему. Может быть, какой-то характер поклевки другого рыбы. Или то, что леска провисает вниз по течению. Подсечка именно не такая эффективная. Но как бы вот такие три минуса при ловле апстрим джигом. При ловле же на воблера и твичингом, тем более на кранке, часто это очень хорошая проводка. Одна из лучших. Особенно при ловле головля, жереха, ну и щуку тоже часто отзывается именно апстрим. Рыба стоит, как бы, чаще всего головой против потока. Опять же, чаще всего, далеко не всегда. И приманка, идущая ей как бы в лоб, порой является просто более заметной и более вызывающей. Но опять же, далеко не всегда. Тот же самый головой. Зацеп. Тот же самый головой часто берет приманку, идущую на снос. Вот о чем я и говорил. Абстрим, это вот такие вот ситуации часто. Тот же самый головой часто любит брать не четко абстрим, а когда приманка начинает разворачиваться по дуге и выходить на какую-то более прямую траекторию. То есть, 90 градусов в носительном течении и ниже. Блин. Вот чуть перекинешь, уже все. В какие-то палки попадаешь. Поэтому, по мне, так при ловле головля две самых основных проводки. Это на снос. То есть, мы забрасываем перпендикулярно либо чуть ниже себя по течению и просто не вращая катушку даем приманке, в частности, кранку сплавиться под наш берег. И вторая, это заброс абстрим, но не радикально вот так вот абстрим, четко вверх, а чуть просто выше по течению от себя. И ведем приманку с разворотом. И вот момент разворота нужно так подгадать, чтобы приманка разворачивалась в том месте, где максимальная вероятность поклевки головля. То есть, это какой-то лежащий отдельно большой камень, коряжка, какая-то вымытость, да, среди переката более глубокая, пучок травы, все что угодно, где может стоять головля. Абсолютно любое укрытие, которое вам интуитивно кажется интересным. В этом месте желательно сделать так, чтобы приманка развернулась. И часто, именно в момент разворота, следует очень мощная поклевка. На вот джиг, конечно, да, абстрим, это чаще зацепы, а эффективности не так уж и много. Но бывает, опять же, ситуация, особенно на большой реке, когда берет. На малых реках особо статистики у меня не было. Сколько не пробовал, очень редкие были поклевки. В основном, все-таки, вот, заброс вниз или перпендикулярно, но лучше вниз. Но здесь ловить, конечно, смысла нет. Такой сильный поток все залито. Обычно вон там ходить можно. Здесь такой небольшой муток, заросший кувшинкой. И там вот можно спуститься, ходить, а сейчас там, где вот мы ходили, наверное, метра полтора-два глубины. То есть, в этом нижнем течении река еще более полноводная. И здесь особо дальше вниз идти смысла я не вижу, потому что воды слишком много, даже подходов просто нет. Там, где летом был, как ручеек, сейчас полноценная такая. Не то, что даже малая, а скорее средняя река. Сколько тут? Метров 30, наверное, шириной. В общем, вот так. Наверное, здесь у плотины будем заканчивать. Пять поклевок. У меня две, обе пустые. У Миши одна попалась, небольшая, один сход, тоже такой же, небольшой щуки. И у Виталия отпустили щупальца у пассивной приманки. Рыба, в принципе, есть. Клевать готова, но очень сложно ее найти из-за высокого уровня. Если постоит такая вот сухая, теплая погода, то вода очень быстро спадет и до запрета можно будет попробовать сюда еще раз приехать и уже полноценно половить. Но сегодня, как бы, я вообще ожидал, что больше погуляем, ни одной поклевки не получим. Когда увидел, просто вот мы приехали, я увидел реку, как она выглядит. Но нет, поклевки все-таки есть, рыба как-то активничает. Единственное, что вот да, ее искать очень тяжело. Ну вот и все, ребят. Дошли до конечной точки нашего сегодняшнего маршрута. Прошли порядка пяти километров вниз по течению маленькой речки. Начали от одного моста от одной деревни и дошли до другого моста до другой деревни. Речка интересная, но не по сезону. Конечно, сегодня я сразу разочаровался, когда мы приехали. Я увидел, что очень много воды и она, в принципе, такая мутноватая. Ну и смотря на это, если щуку найти, то она готова клевать. Конечно, мелкая, но хоть какая-то. Ну и также надеюсь, что та информация, которую я сегодня давал по ходу рыбалке в плане техники ловли, тактики ловли, каких-то приманок, особенностей ловли, щуки в весеннее время, еще головля тоже прицепил сюда же, была вам полезной, чтобы ролик все-таки был не пустышкой, а хоть какой-то смысл за собой нес. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, оставлять лайки и комментарии. А я желаю вам удачи, больших трофеев и не хвастанье чешуе. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok,